Во дни он и умножившийся учеником быстро бтания эллином коевреем, якопрезираеми бы вахо во вседневнем служении вдовицы их, призвавши же дванадесять множества ученик, реша, не угодно есть нам, поставшим Слово Божие, служите трапезам. Усмотрите, оба братья, мужи, от вас свидетельствованный седмь, исполнены Духа Свята и премудрости, их же поставим над службою сею. Мы же в молитве и служении Слово пребудем. И угодно бы Слово сие пред всем народом, и из браша Стефана, мужа исполнена веры, и Духа Свята, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, пришельца Антихийского, и же поставиша предапостолы, и помолившися, положиша на ня руки. И Слово Божие растяше, и множашеся число ученик во Иерусалиме зело. Мног же народ священников послушах у веры. Во времену приди, Иосиф, и же от Аримафея, благообразнен советник, и же той бечае Царствие Божие, дерзнув в ниде к Пилату и проси тело Иисусова, Пилат же дивися, аще уже умре, и призвав сотникова, проси его, аще уже умре, и увидев от сотника, да де тело Иосифови, и купив плащаницу, и снем его, обвит плащаницею, и положи его во гроб, и же бей стечи над каменем, и привали камень над дверью гроба. Мария же Магдалина, и Мария и Осиева, Озрясте, где его полагаху. И минувши в субботе, Мария Магдалина, Мария Яковля, и Соломия, купивши ароматы, да пришедши помажут Иисуса, и зело за утро воедино от суббот, придоши на гроб воссиявшу солнцу, и глаголаху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба, и возревши видеша, як от вален бе камень, бебо верей зело, и влезши во гроб видеша юношу, сидяща в десных, одеянного одежду белу, и ужасошася. Он же глагола им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на зарянина, распятого, воста неезде, все места и деже положиша его, но идите, рците учеником его и Петрови, яковаряет вы в Галилее, там его видите, якож рече вам. Исшедши бежашь от гроба, и мяша же их трепет и ужас, и никому же ничто жреша, бояху бося. Верую, о единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем невидимым, и о единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного, прежде всех век, света, от света, Бога истина, Бога истина, родденно, несотворенно, единосущно, им же вся вышла. Нас ради человеки, нашего Радис, синие, вшедшего с небес. Многое лето и нашему хору любимому, и каждому из нас, молящемуся и собравшемуся сегодня, в храме нашем, потому что, дорогие братья и сестры, сейчас в разгаре сельхоз работы, и многие люди уехали работать, а мы все-таки нашли время прийти на брачный пир, на который собрал нас Господь наш Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, с воскресным праздничным днем сердечно поздравляю всех нас. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, конечно, это радостные дни. Мы радуемся воскресшему Господу нашему Иисусу Христу. Да, это так, но сегодня Святая Православная Церковь поминает именно тех, кто были в самые последние страшные минуты Христа Спасителя на Голгофе. И, конечно, в первую очередь, это Пресвятая Владычица Наша Богородица, Присна Девы Мария. Помните, старец Симеон так и предрек ей, что оружие пройдет из сердца ее, будет она страдать. И здесь она была, она видела своего сына, который страдал на кресте. Это была страшная пытка, самое страшное наказание, которое было тогда в Римской империи. Был там и молоденький, самый молодой из апостолов Иоанн. Дорогие братья и сестры, память апостола-евангелиста Иоанна Богослова будет во вторник на следующей седмице. Но сегодня мы вспоминаем вообще всех тех, кто тогда был 2000 лет назад на Голгофе. И Господь наш Иисус Христос перед самым своим уходом из этой жизни он не хотел, чтобы мать его страдала, видя его мучения и самую смерть. И помним с вами, что он позвал тогда и мать свою, и апостола Иоанна, и вручил все мать твоя апостолу Иоанну, все сын твой, это уже матери своей. Мы с вами знаем это, что святые отцы прямо говорят, что в этот момент Господь вручил Пресвятой Богородице всех нас с вами, верующих людей. Они ушли во своясе. Попросил Господь, чтобы он увел мать, и она не видела вот эти последние, может быть, предсмертные конвульсии сына своего, чтобы она так не страдала. Сегодня мы вспоминаем святых жен, Мироносец. Опять же, родные мои, это сегодня православный женский день. Поэтому сердечно поздравляю всех вас, дорогие наши сестры, всех, кто не смог прийти сегодня в Храм Божий. Но, родные мои, казалось бы, банальные какие-то слова, но это факт, родные мои, потому что сейчас часто говорится о том, что в годы гонений, совсем недавних гонений, именно белые платочки сохранили Церковь. Да, женщины шли в Храм Божий, хотя было страшно, за это грозили какие-то последствия. Одновременно мы с вами понимаем, что мужчина не мог идти, потому что все-таки семья была, нужно было кормить. А в данном случае, если человек шел в Храм Божий, были времена, когда за это не просто там арестовывали, сажали, там расстреливали и так далее, но, по крайней мере, в последние годы хотя бы лишали работы. Особенно, конечно, не хотели допустить, чтобы люди с высшим образованием, занимавшим какие-то достойные посты, приходили в Церковь, поэтому принимали жесткие меры в отношении их. Это была история, родные мои, нашей с вами церкви. То же самое произошло и 2000 лет назад. Женщины, они не испугались, а ведь там было страшно, почему Господь попросил Иоанна Богослова, чтобы он увел его мать. Ведь там была клокочащая, ненавидящая Христа Спасителя толпа. Это люди, которые разочаровались, ведь только что они встречали его в Иерусалиме, «Асана Вышний, благословен, гряди во имя Господне, царь Израилев, сын Давидов». И вдруг они видят вот этого избитого в крови человека, который мучается на кресте. Это не просто разочарование, которое переросло просто даже в злобу, в дикую злобу, потому что они орали, если ты, Сын Божий, ты же говорил, что за три дня можешь храм воздвигнуть. Сойди с креста, тогда мы в тебя поверим. Вот это злобная среда. И, родные мои, мы сейчас, я хочу напомнить вам, как поиздевался над иудеями того времени Понти Пилат. Вспомните, родные мои, во-первых, приказ Его воинам. Почему они облачили Господа нашего Иисуса Христа в красное одеяние? Это действительно одеяния царские. Помните, они издевались над ним, юродствовали, падали на колени, возносили к нему, значит, какую-то хвалу и так далее. Это издевательство было. Вот над иудеями, посмотрите, вот ваш царь иудейский, который назвал себя царем, или вы называли его царем, когда встречали в Иерусалиме. Вот посмотрите, это ничтожество, это ваш царь. А потом, помните, он вышел к этой толпе клок злобной, и им сказал, что на праздник Пасхи по традиции я вам одного из узников отпускаю. «Хотите, я вам отпущу царя иудейского, царя вашего?» Его вынуждены были орать. Нет у нас иного царя, кроме Кесаря. Это они. А ведь скоро начнется Первая иудейская война, а потом Вторая война, то есть восстание против как раз иго римской империи. И они орали, нет у нас иного царя, кроме Кесаря, кроме императора римского. А затем, вспомните, что он начал делать. Титла написал, то есть табличка была прибита. Никогда людей, которые вешали и распинали на кресте, никогда никаких табличек никто не писал. Это был преступник, и мы с вами прекрасно понимаем, почему римляне изобрели это наказание. Для того, чтобы не убить. Убить легко. Мы говорили неоднократно об этом. И отсечь голову, и человек умер, да и все. Если приговор об убийстве, здесь другой момент. Здесь человек несколько суток умирает медленно, мучаясь, потому что птица прилетела, клюет глаза. Ты ж ничего не можешь сделать, отогнать и тому подобное. Это страшное мучение. Для того, чтобы неповадно было, даже задуматься о том, чтобы сбросить ярмо Римской империи, или какие-то злодеяния осуществлять, убивать людей, грабить людей и так далее. Вот для чего это было распятие на кресте и придумано. И тут, дорогие братья и сестры, мы видим о том, что вот эта клокочущая, злобная толпа, которая там была, она видела этот крест, а там была титла написана Понтием Пилатом, царь иудейский. Помните, прибежали к нему первосвященники, священники, там книжники, фарисеи, не пиши царь иудейский, напиши, это он так себя называл. Вот как я написал, так и написал. Так он еще, чтобы поиздеваться, написал эллинский, римский, да еще арамейский, то есть на еврейском языке, на трех языках. Никогда титла не писались, он поиздевался на. Вот смотрите, этот растерзанный человек, ничтожный, это ваш царь. Ну, дорогие братья и сестры, вот в этой толпе, как мы сегодня слышали, пребывали жены-мироносицы, женщины, которые, как еще раз я повторюсь, сердцами своими, если уже полюбили, то это навсегда, и они оставались там где-то далеко, как сказано было, они видели все, что происходило, и как Господь отдал дух свой, и как тайный ученик Христов Иосиф Аримафейский, опять же, родные мои, сегодня мы вспоминаем еще и тайных учеников Господа Иосифа Аримафейского и Никодима. Почему тайные ученики? Как мы с вами знаем из Евангелия, что оба это очень богатые люди были, они были члены Синедриона, то есть знатные, очень уважаемые люди, и однако вот что-то не удовлетворяло у них их в иудейской религии, и они пошли послушать, послушать, и не только послушать, ночами сидели и разговаривали с Господом нашим Иисусом Христом, они поняли, что это истина, они пришли к истине, они хотели эту истину узнать, познать эту истину, они к нему приходили, и помните, родные мои, когда Синедрион собрался, члены Синедриона, не весь Синедрион, члены Синедриона собрались и обсуждали, что давайте мы схватим Иисуса из Назарета, потому что слишком много людей вокруг ходит, тогда как раз Никодим защитил Христа, он сказал, по закону Моисеевы, мы не имеем права судить человека без его присутствия, это нарушение закона Моисеева, это нарушение закона Римской империи, там тоже обязательно должен состояться суд, почему суд и состоялся, именно потому, что так было, это римское право, там обязательно должен был состояться суд, суд выслушать и ту сторону, и другую, те, кто обвинял, и те, кто защищался, для того, чтобы действительно принять правильное решение. Вот тогда-то Никодим И защитил Господа нашего Иисуса Христа, он сказал, как мы можем на Синедрионе решать без присутствия обвиняемого человека. Ну, согласились, да, вынуждены были согласиться. И, родные мои, конечно, мы преклоняемся перед этими двумя людьми, ведь уже было принято решение давно иудеями, начальниками иудейскими о том, что кто будет прославлять, кто будет слушать Иисуса из Назарета, тот будет отлучен от синагоги. Вот какое страшное наказание. А они в этот последний минут, вообще, родные мои, это подвиг, подвиг вот этих людей. Смотрите, ближайшие ученики, ну, 11 тогда их осталось, они спрятались в страхе иудейске, они убоялись, они закрылись в этой комнате, горницы там, и чтоб только их никто не преследовал. А эти два человека, значительных человека в обществе тогдашнем иудейском, не побоялись. Иосиф Аримафейский пошел к Пилату, а Пилат его знал, конечно, он всех знал, вот, членов Синедриона, естественно, ну, попросил он тело, а что, ему жалко, что ли, ну, забирай тело. Только единственное, что, как мы с вами знаем, помните, Пилат удивился, что он умер. Разве он умер? На кресте должны быть несколько дней мучиться. Как это умер? Помните, и послал сотника, лонгин, пробил копьем ребро Иисусова, сошла кровь и вода и так далее, чтобы увидеть, что действительно он умер, оказывается. А жены мироносицы все просмотрели. А куда его унесли? Ну, они видели, как сняли тело Христова Иосифа и Никодима, куда они понесли его? Они увидели, где он был захоронен. И вот они ждали действительно того момента, когда можно будет его вот этими благоуханиями, которые они приобрели, они готовились, ждали окончания Пасхи, Иудейской, то есть окончания Субботы. И зело рано, когда еще солнце не взошло, они побежали тогда как раз к тому месту, где хоронили Господа нашего Иисуса Христа. И как мы слышали сегодня в Евангелии, смотрите, они видели, что огромный камень, как говорят, что это двухтонный камень, круглый камень такой, его задвинули, чтобы никто не мог просто легко отодвинуть. Ну, кроме того, они же видели, что там воины, уговорили иудейские начальники, чтобы воинов римских поставили. Я еще раз повторяю, римские воины, никогда их нельзя было не подкупить, чтобы они дозволили, например, ученикам забрать тело своего учителя. Нельзя их было подкупить, их нельзя было испугать, это были закаленные воины, иначе им свертная казнь грозила. Нельзя это. Евангелие говорит, что они лежали, как мертвые. То есть, там произошло нечто, из-за чего эти воины, не знаю, твердые в своей преданности, присяге, они лежали, как мертвые, без сознания. Камень этот огромный, двухтонный, он был отварен от гроба. Да, они прибежали в мироносице, а там вот красивый юноша в белых одеждах, ярких, светящихся, он говорит, чего вы пришли искать мертвого? Он живой, Иисус живой. Идите и скажите учениками Петрове и Петру, что он жив. Да, пошли мироносицы. Мироносицы, как сказано, боялись, никому ничего не говорили, только прибежали к ученикам Петру и сказали им, а как любил Петр, а как ученики любили Христа Спасителя, несмотря на то, что Петр особенный, конечно, смотрите, как страшно было, они заперлись в этой комнате, да, а Петр побежал. Конечно, Иоанн, молодой человек, он быстрее прибежал уже к гробу, Петр за ним, но побежали сразу же, несмотря они на какие-то угрозы. Да, Петр, как мы с вами знаем, даже на суд пришел. Иоанн, молодой человек, это как и Саввел, будущий апостол Павел, они очень активные были, очень верующие иудеи, что тот, и что и другой. Мы с вами знаем, что Иоанн знал всех членов Синедриона, и именно поэтому он Петра и провел во двор архиереев тогда, в те времена. Да, они первые побежали ко Христу Спасителю. И так, родные мои, сегодня мы вспоминали как раз тех, кто был у гроба Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы уже говорили с вами, родные мои, какие изменения и почему эти изменения совершенно непонятные произошли, когда эти ученики, которые боялись, спрятали в этой комнате, заперлись, и вдруг они стали ни с того ни с сего по светскому, как неверующие говорят, мужественными людьми. Разве если бы, как их обвиняли иудеи, что они выкрали тело учителя, могли бы выкрали. Вы знаете, что вообще история, если бы иудеи, я имею в виду иудейские начальники, хотели обвинить или обвиняли учеников, что они выкрали тело Иисусова. Об этом было бы много написано, об этом было бы много сказано. Молчок! Ничего подобного! Не было фактов того, что Христа выкрали ученики. Не было этих фактов. Подтверждений никаких не было. А вот это изменение в учениках, когда они из испуганных, трусливых, это нормально, это любой человек, когда страшно, правильно делаешь, и правильно сделали что-то, тогда прятались. Если бы они вышли и сказали, вот мы, ученики Христова, хорошо, взяли их, схватили бы, казнили. Не для этого Господь Бог и Господь наш Иисус Христос их готовил. Совсем другое они должны были в этом мире сотворить. и смотрите, смотрите, что получилось. Изменились эти люди совершенно, совершенно смело пошли. Почему они так пошли смело благовествовать в эти страшные народы? Как они, а как эти народы вообще их слушали? Вы представьте, ну, вот если мы вспомним первое, как бы, благовестие апостола Павла грекам, да, в Ареопаге он благовествовал, помните? И он рассказывал, они слушали его, потому что вот там был престол, посвященный неведомому Богу. Он сказал, вот я сейчас вам расскажу об этом неведомом Боге. Стало бы Иисусе Христе и говорить. Но когда дошел до того, что его распяли, он умер, а потом он воскрес, и что греки сказали тогда первое посещение? Ну, это мы в следующий раз все послушаем, там, эти сказки твои, там, а сейчас как бы недосуг нам это все эти сказки. Как это Бог может быть убит? Это никто не мог этого понять. И вдруг поняли, а потому что свидетелей того, что явился Христос, воскресший после своей смерти, огромное количество, апостол Павел называет 500 человек одновременно, видели Господа воскресшего. Римская империя была удивительная страна. Там была действительно какая-то новость, какой-то приказ императорский, что он быстро разносился по всей империи. А империя-то была от Малайзии до Британии, до Испании. Это вообще весь цивилизионный мир вместе с Египтом в северном, севером Африки. Огромная страна. Весть о том, что был такой учитель, который был убит, и он воскрес, сразу же разнеслась. Родные мои, этому свидетельствовать, мы уже говорили об этом, чем жили тогда римляне. хлеб и зрелище они хотели. Хлеб наестся и зрелище посмотреть, что они смотрели, для чего эти Колизеи огромные везде были построены. А потом театры стали строить. Уже не Колизей. Колизеи, а не замкнутая система была, потому что там гладиаторы убивали, любовались смертью других людей, как убивали других людей. А как они наслаждались тем, что дихих зверей выпускали, они терзали тела людей. Как это было страшно! Три века боролись с этой маленькой группой христиан. Запугивали так, что стынет кровь в жилах, когда читаешь, каким образом они убивали, издевались, чтобы люди просто боялись становиться христианами. Просто боялись становиться христианами. Но шли именно потому, что огромное количество свидетелей было того, что он воскрес. Тот, кого мы с вами почитаем, тот, кому мы молимся, он воскрес, воистину воскрес. И смотрите, как, где эти игрищи, где эти бои гладиаторов, куда же они делись, из какого перепугу они вдруг прекратили устраивать эти любимые зрелища римлян. А потому, что потом христианство стало государственной религией, а там напрочь говорилось о том, ни в коем случае никого не убивать, это страшный грех. Все изменилось и изменилось именно из-за того, что Христос воскрес, родные мои. Он воскрес и этому огромное количество свидетелей и то, что произошло. Ведь, родные мои, мы с вами верим, веруем с вами в живого Бога, Христа воскресшего. Потому, что мы уже говорили о том, что в Магометане Магомета верят. А где Магарина? А Магомет похоронен, у него есть могила, он мертвый. Будда, где он? Да, он тоже. Конфуции, там, да, это все руководители этих религий, они все мертвые. Есть, да, места, где им поклоняются. А мы верим в живого Бога. Для тех, кто погибающих, это действительно юродство, это глупость. Для погибающих. Четко сказал, апостол сказал, а для нас спасаемых сила Божия. Для нас спасаемых это сила Божия. Поэтому мы твердо стоим на своей вере, родные мои. Еще раз повторяюсь, мы верим в живого Бога. И то, что Он делает, мы этому свидетели. И, родные мои, я хочу, как вот настоятель сказать, я слышу разные вещи, и хорошие, и всякие. Вот то, что мы здесь в храме стоим, я много раз говорил, это чудо, которое совершил Господь Бог. Это свидетельство тех слов, которые сказаны. В суе трудятся зиждющие, да, в суе бессмысленно трудятся строители, если не Господь Бог воздвигнет дом. Ну, не храм же, родные мои, а храм тем более. Поэтому меня умоляют, и я все-таки напишу о тех чудесах, которые Господь сотворил, и мы теперь имеем вот это место, где мы можем собираться во множестве людей и здесь молиться. И мы благодарим за этого Господа. Почему мы Его благодарим? Потому что Он что? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие братья и сестры, просто напомню, на следующей седмице, в понедельник, в понедельник, то есть завтра, Жировицкая икона Божьей Матери, одна из самых почитаемых икон в Белоруссии, Жировицкая икона Божья. Там, конечно, будут большие торжества, многие поедут туда, паломники, это понятно. Во вторник, я уже повторюсь, поминаем апостола-евангелиста Иоанна Богослова, А в среду мы поминаем перенесение мощей Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца из Мирликийский в бар. Тоже, напоминаю вам, родные мои, по прошлым годам мы сделали все-таки две службы, и это и есть возможность тем, кто работает, чтобы они на раннюю службу, семичасовую, могли прийти здесь и помолиться, потому что был такой год, когда тут собралось слишком много людей, потому что мы делали одну службу. Думали, ну, будний день, ну, и так далее, ну, так вот, родные мои. А вот в пятницу церковь поминает святых апостольных Мефодий и Кирилла, учителей славянских. Кирилл и Мефодий, учителей славянских. Уже Кирилл и Мефодийские чтения начались, и, родные мои, у нас здесь в нашем приходе уже прошли в субботу Кирилл и Мефодийские чтения. Это как раз собрались библиотекари со всей Беларуси, не только православных библиотек, но и светских различных, и медицинских, и школьных, и национальных библиотек, и так далее. Это все у нас уже прошло. А вот в пятницу, в 10.00 будет праздничная Божественная Литургия в Минском Кафедральном Соборе. А в 11.00 традиционный крестный ход на Замчище. То есть крест, многие, наверное, знают и участвовали уже в этом крестном ходе, когда мы с Кафедрального Собора спускаемся и идем на то место, где остался фундамент первого, ну, так, истории оказалось, первого построенного на Замчище, православного храма, как раз там есть фундамент, и его остались. Где будет вот этот торжественный митинг? Владыка, митрополит Вениамин, он пригласил, приглашает тех, кто могут прийти, пожалуйста, даже можно не на литургии, а к 11.00 часам крестному ходу. Ну, это 11.00, так сказано, наверное, будет позже, 11.30, потому что литургия 1.00, она, это слишком мало времени. Ну, и вот, вот такие события нас с вами ожидают. еще раз с воскресным праздничным днем сердечно поздравляем, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Христос воскресе! Воищем воскресе! Христос воскресе! Воищем воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok